Есть такая замечательная совершенно религия, то есть когда я ее видел, я вам честно говорю, я просто обладал, как я мог этого не знать, как я мог этого не видеть. Что такое Шумаевский кресло? Это вот такое произведение, скажем так, ну искусство, высотой почти 8 метров, шириной там 4,5 метра и глубиной там метр 20. То есть, представляете себе, 103 тысячи там различных фигур и деталей, этих сюжетов, все эти сюжеты, они библейские. Сделали его еще в конце 17-го, в начале 18-го века. Был такой замечательный человек Шумаев, здесь даже есть его, какие-то данные про него есть, кто он такой, сейчас он просто, вот Григорий Семенович Шумаев. Он в это время жил и всю свою жизнь он занимался вот этим вот крестом, то есть он его вырезал, поскольку, поскольку, оказывается, по указу Петра Великого вырезать ничего было нельзя, то есть 3D-картинку было давать нельзя, все было плоскостью, мы за зубы мира стоим плоским. То он вроде бы как, как-то и не очень, скажем так, афишировался. Но Петр Первый умер, а Шумаев все продолжал это дело делать и делать, и вот когда он уже все это фактически дело закончил, этим заинтересовался Сенат. Сенат, и Сенат у него это произведение, ну, не забрал и сделал, а просто взяли на хранение, потому что такое произведение искусства невозможно было уже хранить дома. Здесь есть фотография очень хорошего разрешения, то есть, которые дают возможность понять вообще, что это такое. Я сейчас посмотрю, можно ли это как-то увеличить или нет. Нет, это ПДФ мы не увеличим. ПДФ мы не увеличим. Вот если вы посмотрите на самое, то здесь вырезано все, то есть, представляете, да, какая-то работа тончайшая, то есть, там, ну, помимо Христа самым вырезаны, значит, все вот, сила там небесная, вся эта ангельская иерархия, небесный Иерусалим. Это вещь, она объемная, то есть, она глубиной где-то полтора метра, то есть, вы можете опасть в створ, все это украшено более тысячами зеркала, связанных с различного рода вот таких вот вкраплений. То есть, когда человек подходил свечой, все это как-то проецировалось с мириадами огней, и все это сходило, в общем, на человека. Есть легенда, связанная с этим Шумаевским крестом, что когда этот крест, все-таки, скажем так, признавался и выносился на общественность, то с этим были связаны определенные большие реалии, благие для России. Ну, во всяком случае, победа над Наполеоном связана с этим крестом, в какой-то степени связана с победой под Москвой, потому что, по одной из версий, этот крест, в том числе, вместе с той иконой знаменитой Владимирской или Казанской, я сейчас не помню, Казанской, Казанской Божией Матери, частица этого креста тоже, в общем, там как-то находилась. Мы, к сожалению, мало знаем об этой святыне, но сейчас, на самом деле, речь идет о том, что возрождение этой святыни, оно совпадает по срокам с тем предвеченным возрождением и преображением России, о котором мы говорим. То есть, мы о нем заговорили, вот люди о нем заговорили, сейчас, на самом деле, решается много вопросов, связанных с предоставлением этого креста все-таки людям, а за бытие он предавался, скажем так, в годы лихолейцы. В частности, последний раз, вот его разбирали, когда я вам покажу, его разбирали последний раз, при них начинка будет помянута, этого увеличили, да? Да. А, вот это вот, вот это, вот это. Вот его стали разбирать, это 1996 год. Вот его разбирали и пытались, значит, предать его как-то забейте. На самом деле, забейте он не предан. И вот так вот он потихонечку, сейчас решается вопрос, я говорю, что раз, надеется, что все это решится. Вот так вот его демонтируют. То есть это, ну, представляете, да, масштабы вот того, что вы видите. То есть это на самом деле в русском зодчестве, в русском искусстве, а это русское зодчество и русское искусство, ничего подобного не видел. Некоторые сравнивают вот этот крест с тем алтарем, который сделан в Краковском соборе. То есть кто из вас был в Кракове или кто видел, скажем так, что с этим, скажем так, ну, как там устроен алтарь, то это будет так же устроено и в Жумаевской крест. И это опять-таки касается темы православия, и это опять-таки касается нашей, надеюсь, на то, что вот грядет-грядет, как было предсказано Стасом, преображение нашего бухарни-матичного. Сейчас я предоставлю слово Андрею Николаевичу Миропаду. Мы рассылали в рассылку к этому занятию его работу, связанную с историей нестержания на Руси и теми отцами-нестержателями, которые существуют в настоящее время и, скажем так, ежедневным подвигом. Прошу вас, Андрею Николаевичу. Вот так, в подтягивающую сторону, там, в обычную морду. Вообще-то разговор ушел о том, что будет три доплатчика, и я буду самый последний, не самый короткий. Получается, не совсем так кофе наливайте. Перед тем, как начать свое выступление, постараюсь действительно сделать не очень длинным. Вот это, да? Четвертое? Да, это не какой-нибудь картинка, просто последний, потому что я там уже не стал делать картинки после этого года. Значит, перед тем, пока у нас там стоят картинки, я бы хотел вот что сказать. У нас такое сегодня хорошее настроение, только религии говорим, класс, значит. Но, тем не менее, все равно придется. У нас там пошла дискуссия по предыдущей теме, там, по интербригадам. Дискуссия очень живая, жесткая. К нам начали обращаться наши друзья из Украины, которые не совсем поняли о том, что мы говорили. Мы написали открытое письмо, он написал открытое письмо, оно размещено на сайте, уже размещено на сайте Школы Здравого Смысла, может, мы его рассылку пустим. В этом письме объясняется, что именно мы имели в виду, чтобы на нас не обижались, потому что у них есть своя правда, у нас своя, там, у кого-то еще своя правда. Я просто хотел сказать ребятам, которые нас там смотрят, посмотрите, пожалуйста, открытое письмо, поймите, пожалуйста, нас правильно. Мы говорили не о вас, вы там в гордыню совсем не впадаете. По этому поводу, когда мы поднимали тему интербригад, мы говорили исключительно о Европе, на самом деле. И о том, победил ли либерализм окончательной Европе или нет, если он не победил, то наверняка вот это движение возродится. Мы видим, как он уже возрождается. Мы же видим, что туда люди поехали. И это нас, на самом деле, радует безотносительно вашей ситуации. Второе, я хотел бы сказать, вы остаетесь с нашими братьями, продолжаете оставаться, никто нас поссорить не сможет. Потому что дружба наша и братство наша очень крепкая, связанная реками. И поэтому вы, пожалуйста, на нас уж сильно так не обижайтесь, попробуйте обуваться. Не смотрите телевизор, посмотрите старые фотографии, где мы все вместе учились и где мы все вместе воевали, рука по руку. И мы приглашаем вас выступить на Школе Здорового Смыска. Вы можете приехать сюда, в Москву, но все открыто, вас здесь пустят. В отличие, мы не можем поехать, вы, пожалуйста, приезжайте, выступайте, приходите, мы вам дадим слово. И обязательно, добрый, спокойно с вами обсудим все ваши проблемы. Спасибо. Значит, по поводу темы сегодняшнего выступления. Ну, как бы у нас, на самом деле, по этому поводу была написана целая книга. Там четыре главы, я даже не знаю, что там пошло в рассылку. Это, наверное, по достижателю нашего времени. Это маленький кусочек четвертой главы. Первые три главы, они есть на сайтах, они там где-то висят. Мы их там пустили, как бы, совершенно... Ну, мне не жалко, на самом деле. Мне надо было самому разобраться. Я разобрался, посмотрел, написал. Первые три главы, они там висят. Из четвертой главы, которая посвящена, как бы, современности, чтобы не было вот этой операции близости по кумилеву, я там дал только некоторые выдержки. Я специально не хочу это поднимать, современность, потому что это не совсем нужно. Давайте вам попытаюсь объяснить, о чем, собственно говоря, эта книга была. Книгу, как книгу, мы ее, к сожалению, не издали до сих пор. Сейчас издавать книги тяжело, а этой темой особо никто не интересуется. Так уж, что глубоко. Поэтому, если есть какие-то предложения по поводу издания такой книги, да ради бога, обращайтесь, достаточно будет интересно. А смысл заключался в общем. Со временем, когда я пытался разобраться, что происходит в нашем православии, в современном российском православии, меня как-то выталкивало все время... Нет, не кончал богословских курсов, хотя там достаточно... Ну, там учился, но не заканчивал окончательно. Все время вытаскивало, но выталкивало на 1503-1504-е годы, когда была вот эта знаменитая полемика нестяжателей и осиплян. То, что мы называем осиплян-нестяжателей. В какой-то момент, я думаю, что вот здесь вот как раз и надо копать, потому что вот есть вот те самые точки бифуркации, после которых там набираются с многовариантности определенные варианты, и продолжается развитие таких точек в нашем православии, ну, несколько... И вот точка 1503-1504 года, она была очень сильной, очень важной. С какой... С какой стороны? Если вы помните, в свое время Петр... Кстати, Петр меня и натолкнул, когда я уже сам начал понимать, Петр натолкнул на аналоги. Мы все время там не смотрим в двоичность, да, мы пытаемся найти троичность. Петр напомнил, что аналогичная ситуация была, когда-то и евреевы, когда существовали фарисеи, сандукеи и эссеи. Как вот ваша краичность. И у каждого из каждого этого направления была какая-то своя права. Аналогичная ситуация сложилась и у нас, потому что во времена после окончания Иго начало создаваться российское государство, пришел царь, которого называли Иван Васильевич Великий. Кстати, о какой он по номеру был, если вы помните? Это о каком Иване мы говорим? Четвертый. Неправильно. Наша история, нашей страны, это как раз очень... Это как бы распространенная ошибка, не переживайте о том, что я думал. Иван IV Грозный никогда не был Великим, в народе его называли Грозным, и Великим он ведь не мог. В истории нашей страны только три царя, а трем царям было присвоено как народам, я обращаю ваше внимание, присвоено. А вот это вот как бы титул Великого. Это Петр Великий, Екатерина Великая, Екатерина II, Иван III Великий. Иван III – собиратель русских земель. Это, соответственно, дед того, кого он сказал. Действительно, собиратель русских земель, человек, который, собственно говоря, и создал это русское царство, царство, не империю. Ну, если уж про Петра говорить, то ему народ присвоил какой еще титул антихриста. Петр антихриста тоже входил. Но тем не менее, вот три всего лишь государя Великий. Что было при Иван III? Иван III был очень набожный человек. Во время вот то, что мы называем как бы татаро-монгольской иго, поднялась очень сильно, православие поднялось в достаточной степени сильно, как организационная сила. Обращаю ваше внимание, поскольку вы помните, налогов не брали. Десятина вот этого знаменитого никогда не брали с представителей религии. Поэтому у нас было такое большое количество монастырей к отцу татаро-монгольской игости, мне память не изменяет, там 180 монастырей Сергий Радонежский, поэтому мог спокойно совершенно строить свои монастыри, потому что они как бы были офшорной зоной, чтобы вам понятно было, ну, по аналогии с современностью. И вот эти офшорные зоны, они как бы вот развивались сильно. Вокруг них, те, кто там работал, они тоже не подвергались налоговым вложениям. Стал вопрос. Одновременно создается вот этот вот костяк, сильный костяк православия как организации. Церкви и светская власть, Иван Третий. Иван Третий, я же опять как бы обращаю внимание, был действительно религиозным человеком сильным, и поначалу он поддерживал Нилу Сонского. Два человека, три. Вот как раз возникнут вот эти самые три семьи, которые у нас как бы несколько превратные впечатления, на самом деле, на представление превратные. Почему? Гереш жидовствующих. Мы там все, гереш жидовствующих, там жиды, жиды для нас это как бы это самое, это евреи, которые пришли и завратили. С моей точки зрения это не совсем так, потому что если там копаться, там очень мало источников. Библиотека Ватикана, к сожалению, за неимением средств, хотя приглашали, съездить не удалось. Может быть, у них там еще что-то остается до сих но не совсем так по-русски. Скорее всего, ереш жидовствующих это было пропротестантское течение. Протестантизм только тогда начинает зарождаться в Европе. И, скорее всего, он пришел как раз, как это ни странно, мог прийти через Испанию. Как ни странно. А тем не менее. А саддукеи, фарисеи и эссеи. Вот ереш жидовствующих можно где-то там как бы сравнивать это с фарисеями. Саддукеи это, соответственно, иосербляне, иосифовоцки. И эссеи, а эссеи изначально как бы в истории, в истории Израиля, вы знаете, было не очень сильно много. Вот эссеи это как раз и есть эсэма нестяжательная. Жидовствующих, как вы помните, их как бы убрали сразу. Хотя последствия там, они еще и идут, и вот это вот фарисейское начало, но и в современной церкви даже мог бы назвать какие-то имена, но, честно говоря, не хочу, без того проблем хватает. Те, которые поддерживают вот эту идеологию. За что выступал Иосиф Володский, чтобы было понятно. Происходил он из семьи дворянской, но это тоже важно, на самом деле. Происходил из дворянской семьи и подстригался по пути в Боровском монастыре у фактически ученика семьи Рановшеска, так получается. Достаточно был человеком немножко неуживчивым, жестким человеком, и очень часто из монастыря монастыря переходил, пока наконец вот не остановился в районе Балакаламского, где, собственно говоря, сейчас находится весь Балакаламский монастырь. Если мы туда ездили, красивый монастырь действительно, место красивое. За что выступал? За жесткий монастырский устав, за отсутствие монахов личной собственности, за коллективную собственность и фактически за вертикаль власти, но в своей там как-то монастырской вертикали, церковной вертикали. Со строгим, очень жестким строгим подчинением снизу и вверх. То есть, на завострании вертикаль власть. Ну, это как бы, я буду очень быстро говорить, и очень это самое, что поставить на вопросы, очень быстро примут. Потому что вполне возможно, что потом мы когда-нибудь сделаем отдельную лекцию по этой теме. Может быть, даже не одну, чтобы достаточно нормально разобраться, что же, собственно говоря, происходило. Потому что не разобравшись в том, что происходило тогда, в 1503 году, не будет понятно, что происходит сейчас. И какая была история русской православной церкви. Нил Сорский был, по свету скитался, был на Афоне, достаточно долго там провел. По времени это заволжские старцы, так называемые, вернувшись обратно, ну, видимо, знал осипазм. Скорее всего, умел творить вот эту умную молитву. И уступал не за омерщение церкви, а за то, чтобы монахи жили своей жизнью отдельно от миря. И занимались в основном молитвенным правдом. А зарабатывать только своим трудом и тем подаянием, которое будет приносить. Я очень коротко, очень быстро, и не совсем, может быть, вы меня за это не ругаете, на самом деле все гораздо сложнее, но вот приблизительно так. То есть за горизонталь. Здесь символика креста, как бы будет это самое, чтобы было понятно. Иван Третий Великий склонялся поначалу к Нилу Сорскому. Но он был государем. Ему надо было строить государство. В конце концов, он поддержал Иосифа Володского. Почему? Потому что становилось видно, что вот создается вертикаль, это церковная вертикаль, и государственная вертикаль. И одна вертикаль должна была поглотить другую. Совершенно очевидно. Что так и произошло. Если вы помните, там, начало 20 века, вот перед революцией, там были очень сильные диспуты по поводу цезарепапеизма, по поводу цезаризма, когда вот такое вот смятение было. Ну, особенно тогда. Хотя первые, они еще до этого дошли. Вот на Западе у католиков это папа цезаризм. То есть отдельно светская власть была. Какое-то время отдельно церковная власть, папа, Ватикан. Поэтому до сих пор Ватикан не обладает такой силой. Потому что это отдельная власть. В какие-то времена власть папы была высшей власть государя. А у нас такого не было практически никогда, за исключением двух случаев, где можно было сделать перехват вот этих точек по фуркации. Но это не случилось. У нас же сразу была создана вертикаль, и вертикаль уже слилась при Иосифе Володском. Обращаю ваше внимание, как бы, если жидостающих там все-таки казнили сразу, причем достаточно за ересь тогда сжигали. Почему сжигали? Потому что вот ересь, ну, как бы это самое. Надо сжигать. Первого там жидостающих сожгли там на берегу. И на берегу, на льду Москва реки, там деревянная клетка дошли и просто поредулись. То Нил Сорский уцелел. Он умер с той смертью. Хотя уже логика событий шла так, что Иосифа, да, они уже начали, как бы, винять и Нил Сорского в ересе. То есть, Иосиф Володский – это святой. Это святой 16 века, вторая половина провозгласила. Нил Сорский вместо чтима святой 17 веке. Хотя могилы не было Сорского, нет. Потому что вот по Афронским этим самым, по Афронским правилам, то, что он, как бы, к чему он придерживался перед смертью, он ушел. И делу мир неизвестен. Совершенно логично, очевидно, что в 2009 году, после того, как патриарх Кирилл пришел к власти, у нас Иосиф Володский, теперь вы понимаете, почему, был провозглашен покровителем, ну, как это сказать, экономики и хозяйственной деятельности. Что произошло? Монастыри начали богатеть. Совершенно логично. Монастыри начали появляться крепостные крестинки. Что тоже логично. Причем крепостных крестьян было в достаточно большом количестве. Крепостные крестьяне, я просто посмотрел, давайте уж прям вставить точки над «и». Крепостные крестьяне по статистике бунтов, монастырские крепостные крестьяне, стояли на первом месте. Причем самое интересное, что, опять же, самый такой первый и серьезный бунт произошел в Володском монастыре. Ну, это так просто, в господке. Я не склоняюсь, но на одну и другую сторону, а просто вот существовала такая у нас история. Чем должно было логично закончиться? Если уж мы дальше идем. Империя. Приходит Петр Первый. Сын очень, очень религиозного царя Алексея Михайловича. 14-й ребят, если я не помню, не вспомнил. И вот здесь вот начинается в сепенейшие соборы и прочее, то, что человек строит империю, человек обернулся на Запад, человек видит, что две вертикали, они уже практически к тому времени слились. Логика дальше какая? Что сделал Петр Первый, помнишь? Он патриаршество фактически уничтожил. То, что Годунов привел, Петр Первый уничтожил. И у нас был создан что? Сенат. Вы? Сенат. Простите. В Питере, если были, видели там здание на площади? Как бы, да? Там Сенат и Сенат заседали вместе. Объединено. Очень логично. Потому что с точки зрения империи превратила ее, фактически превратила Русская Православная Церковь в Министерство. Министерство православного исповедания. Даже вот само название Русской Православной Церкви тогда исчезло, потому что вот она называлась там разными терминами, там до 14 терминов. А какие были еще точки бифуркации, на самом деле? Когда мог бы быть вот такой перехват? Ну, две точки. Первый, когда пришли к власти Романовы, и Михаил Романов фактически первое время, если вы историк не смотрели, он ее управлял, управлял его отец. Отец, который был патриархом. И тогда они подписывались вдвоем под всеми документами, как два равноправных правителя. Там было отдельное название, но и просто смысл нашли, что два равноправных правителя. Достаточно долгое время. Более того, Михаил как бы не очень сильно увлекался государственными делами. В основном документы подписывал его отец. Его отец хотел стать очень сильным царем, но не стал, потому что он насильно подстегли в монахи. Вот это был первый такой момент, когда мог возникнуть папа-цезаризм в России, не возник. Второй момент был как раз вот тот самый раскол при патриархе Никоне. Потому что патриарх Никон был очень сильный человек, очень сильный человек. И он мог перехватить вот это как бы. Он же все шло к тому, что он сделает перехват. Но не случилось. Тем более, что с государем там как бы у них были очень теплые, хорошие отношения. Алексей Михайлович, стишайший. Ну как называется стишайший? Хотя на самом деле там было три громадных потрясения в это время на Руси. В том числе и вот так называемый разгул. Сильная вещь. Вот мы сейчас смотрели с вами, когда вам Гватемалу показывали, да, я же не зря спрашивал, какая это церковь, да, там Антиохийская церковь, да, кто ее строил и почему это самое, и по какому, собственно говоря, проекту ее строили. Если обратили внимание, там, значит, шатер стоит. На шатре наверху большое изображение, ну там в данном случае это был Иисус Христа, там разные карпы есть. И на иконостасе, если обратите внимание, не было креста. Это то, о чем любит очень сильно Петр говорить. Я имею в виду Андрея Петровича IX. Кстати, сразу, чтобы было понятно, что вот это правильное учение, то, что китайцы говорят, правильное, это не в смысле, что учение Марксом это все побеждающие, потому что правильно, а правильное учение, которое подверглось меньше всего исправлением. Чтобы было понятно. Меньше всего исправлением, а не потому, что они считают в нашей учении там христианство самым правильным, чтобы не было никаких или истинств. Я специально неудачно, как это было звучит. Значит, я очень коротко, опять же. Куда уходит вот это вот, вот этих вот шатров после Никона практически не стоило. Вот это вот, как бы, выход на небо после Никона, когда вот стоишь под шатром, да, на духу перед чувствуешь, над тобой только Бог, который он здесь смотрит, вот это практически не стало, появился крест, как бы, на самом оконастасе, как бы, немножко заземлен. Никон еще там кое-что сделал, а вот это вот там двуперстие, треперстие, это все, то, чем все время говорят, это все-таки, как бы, это очень, это мелочь, потому что, на самом деле, религия, там, она как бы основывается от ритуала, ритуальная часть была сильно изменениям, подверглась, подверглась сильно и догматика еще, добавок осеного. Никон закрутил по-разному ритуалы, построил вот этот вот Новый Иерусалимский монастырь, не один, там, несколько монастыря, как бы, по-своему построил, в центре, практически в центре находился Новый Иерусалимский монастырь, сделал Новый Иерусалим здесь, под Москвой и сделал сильную заявку на папа-цезаризм, не получилось, как закончили, помните, у него ссылки, но фактически возвращались все ссылки, как бы, все, на этом папа-цезаризм, у нас закончился с этим. Дальше церковь, она плавно влила в систему государственности и стала министерством. Куда ушла вот эта вот, как бы, живая и верная? Там, несколько вариантов есть. Со старобрядцами, к сожалению, старобрядцев мы загнали в подполье, а когда людей загоняют в подполье, рано или поздно, если их оттуда долго не упускают, то они там, как бы, сама перевариваются. я просто бывал на рогожке и понимаю, что я там, как бы, говорю, сильно вряд ли, ну, это моя личная точка зрения, сильно вряд ли, что они смогут там восстановиться прежним летом, как они были. Но если вы зайдете на рогожку, кстати, если уж мы пошли в этом разговоре, если зайдете на кладбище на рогожку, то вы видите, там очень интересные фамилии. То есть фамилии Морозовы, Мамонтовы, там, Солдатенковы, вот эти все. Это кто были? Это были вот наши православные, как бы, предприниматели. Когда мы говорим о честном куперическом слове, мы прежде всего говорим о старообретическом честном куперическом слове. Ну, как бы, это просто вскользь. Ну, раз у нас пошел такой разговор, как бы, куда ушла вот эта вот задукейская ветра? Она же не могла совершенно пройти в люди, которым мы считаем, что они там общаются с небом. Вот у нас церковь, которая там заменена Пожарским на Красной площади, она как называется? Покрова Бога Анализа. Покрова. Абсолютно правильно. Это Володя, сказал, да? А, да. Все остальные знают ее как, как что? Правильно, Церковь Василия Божарина. Там один предел приходит для церкви Василия Божарина, потому что там хранил царь 73. На самом деле, конечно, это покрова Пресвятой Богородицы, что народный, если так уж полностью это называется, построенный Иваном Грозным в честь взятия Казани. Еродство. Вот до Петровских времен это было еродство. У нас было достаточно большое количество, несколько десятков еродиев, признанных народом. Василий Божарина был только один из этих еродиевых. Те, которые имели право говорить то, что они думали и на которых как бы была печать вот этого поцеловала Бог на макушку и их никто не трогал. Которые говорили воле неба. Петр Первый закончил традицию. Он их просто всех послал в больнице и как бы все. Еродиевы пропали. А вот после еродиевых появилось другое. После еродиевых появилось то, что мы теперь называем как старчество. Абсолютно правильно. Именно после вот этого после времени Петра, после того, как закончилось одно направление начало возникать другое. потому что людям давайте мы как бы вот так вот нальемся. Людям вот есть официальная церковь ритуалы, все догматика, все классно, но чего-то вот не хватает. И вы сегодня вот спрашивали, да, вот были наши уважаемые дамы как бы пульманы, они начали говорить о том, что им сказал настоятельность что-то, они все сразу начали говорить, а что она вам сказала, да, потому что это интересно и понятно, что как бы если ты ходишь там не просто обычно ходишь, не всегда ты это дело сумеешь прочувствовать, если тебе самого не дано. Кто-то должен подсказать. Это интересно, действительно. Если вы когда-нибудь встречались с настоящими эротиками, у меня была в жизни встречи как раз поблизости от Красной площади с настоящими эротиками, я так потом жутко жалел, что я не успел задать вопрос, который я хотел задать, потому что такая мимолетная встреча, тем мгновенно говорят, за одну секунду что-то такое говорят, ты там встаешь в утупенье и понимаешь, что тебе точно сказать, и никто этого не знает. И именно это вот надо четко понимать, что этот человек мог сказать такую фразу, потому что просто никто не знает. А это вот такая вот вещь, это действительно очень интересно. Со старцем если встречаться, это тоже оставляет безумный как бы след, потому что понимаешь, что прикасаешься к чему-то такому, что самому скорее всего никогда доступно не будет. По старцам понятно. Давайте мы сейчас быстро перейдем к современности, потому что это серьезный разговор. Если нам серьезно разговаривают целые книги, то надо разговаривать более подробно. Современность. Чтобы у нас не было вот этой операции близости, давайте вспомним. Ну, например, вот то, что я там писал. Павел Семенович Лунгин евреи. Ну, в хорошем смысле этого слова я не к тому, что это самое, но не православный человек просто имеет. Кто-нибудь помнит его фильмы? Фильмы Лунгина, кто помнит? Остров. Остров. Прекрасно. А еще? Царь. Царь. Это после острова, где он там прокололся, ну, с моей точки зрения, не хочу его обидеть. Трудно быть богом. Еще? Трудно быть богом. Нет, это, простите, как когда... Трудно быть... Это Герман старший. Герман старший и жутко тяжелый фильм. Жалко, честно говоря, Германа. Я вот тут недавно просто мельком просмотрел и сразу стер, потому что это просто жалко. У него большая фильмография Лунгина. Достаточно большая фильмография. Там, если мне память возьмёт такси плюс, вот эти вот вещи, еще какие-то. Но он помнит его будут, поверьте мне на слово, по одному фильму. Фильм Остров. Почему? Вот это очень сильно интересно. Он попал. Он попал четко в архетип. Причем не просто религиозный архетип, а архетип как бы вот этих последователей, истяжателей, последователей Нилова-Сарского. Что он там в своём фильме, там Пётр, как он играл? Мамонов. Мамонов, мы просто к нему ездили. Вот там Пётр Мамонов играет, который в принципе сам человек как бы воцерковлённый, на самом деле просто был, я не видел воцерковлённый человек. Что они там показали в этом фильме? В Кемию. Красивейшее место. Одновременно свели туда всё, сразу. Вот как бы главный герой, который исполняет Пётр Мамонов. Он и не уродивый, то, о чём мы с вами говорили. Он нестяжатель, совершенно очевидно. Потому что человек живёт в этой колотке, ничего своего нет. Он и старец, потому что он имеет право предсказывать и как-то ещё, помимо предсказаний, как-то влиять на жизнь других людей, которые к нему приходят там за советами. Там много есть натяжек в этом фильме с точки зрения православия и с точки зрения догматики. Но Мамонов угадал. И Лунгену, кто принёс сценарий, чётко это, как это самое. Чётко прописали. Потом он начал использовать эту тему а Лунгену. Ничего не получилось. Вот царь с моей точки зрения я, честно говоря, не мог смотреть этот фильм, просто его не смотрел. Потом был ещё фильм, который он делал по музыке Луриона, если я память нельзя. Тоже, по-моему, он делал, да? Тоже какой-то как бы это он как-то ушёл, всё. Остров попал. Попал чётко в архетипе. Совершенно очевидно. Следующее. Вот я как бы это самое... Сейчас я посмотрю точно статистику, чтобы не было этого самого. Какая у нас вышла... Ну да. Какая у нас самая вышла книга... Те, кто читал, что я там написал, вы мне отвечаете. Какой самый большой тираж у книги? Не совокупный тираж какого-то автора, а книга, которая вышла в постпересточное время самым большим тиражом? Гиблик. Нет, это максимально это тираж. Абсолютно правильно. Это книга «Не святые и святые». Архимандрита Тихо. Опять же, книга, которая посвящена кому? Современным нестяжителям. Там, где он писает, там, Гурьянову написывает, «Не память не изменяет», там, Яна Кристианкина описывает. И эта книга пользовалась огромным успехом, потому что к тому времени, когда я сформировал статистику, она же была издана официально, только я уже не знаю, как это неофициально, она была издана, на тиражах один миллион двести тысяч экземпляров, но я думаю, что почти по два миллиона. А вот эта вот линия нестяжателей, я просто к чему все это делаю веду? Опять же, если коротко. Вот эта линия нестяжателей, линия Сапыкеев, как ее назовите, она дает возможность религии жить. Не формализм отходить, а именно жить. Потому что это что-то такое, что люди, когда к этому прикасаются, чувствуют, что в этом есть очень многое. И эта линия продолжается. Она не обязательно только у старцев идет, потому что я знаю достаточно большое количество священников, которые просто давали с ним, везло может встречаться с людьми, которые вот с ним встречаются, явно понимают, что это нестяжательное. Люди, которые горят в своей службе, люди, которые расторяются, люди, которые вот там смеялись, у кого-то там обыск был, так они там кроме двух чемоданов старых вещей ничего не нашли. Это священники, которых на самом деле официально священноначально не сильно любят. Потому что, вот, например, ну, к примеру просто, у нас уже есть там погибшие священники, в Чечне, вот ее погибали, священники, Макушетия погибали, да, которые, я думаю, что ее прославлено будет со временем, изъявленных нестяжателей, потому что человек, который остается в этом самом, на войне не уезжает и сохраняет свою паству и продолжает ее, как бы, окормлять, это как раз последовательный бессонтарский учебник. Для меня лично. помните священник, который приходил к нам на круглый стол? Это в прошлом году, там было двое, было очень сильно интересно, на самом деле, потому что мы это говорим просто, а, да, Данила Сысоева, могу вспомнить, которого убили прямо в храме. Данила Сысоева, если он просто пересекался еще на Крудийском подворье, то, что там сильно знаком, он просто ее видел. Данила Сысоева, он там, помимо всего прочего, работал на Крудийском подворье, был очень таким хорошим миссионером, начинал поднимать молодежь и знал, что его убьют, если честно. Потому что об этом он говорил еще в 2004 году, что меня убьют, меня застрелят, это как-то... Это тоже очень интересно. Ну, как бы, царапает, понятно. Вот отец Дмитрий Ненароков, который приходил на этот Круглый Стол, и там, помните, там было два. Сидел муфтий, да, Танай Хазрат, и рядом с ним сидел священник Дмитрий Ненароков, которые познакомились иногда, когда они вышли вместе на Марсово поле гонять этих самых лиц неопередационной ориентации. Ну, не гонять, они там вместе стояли, валились. Только вот мусульманский, как бы, этот самый, Танай Хазратом по-своему, а православный священник по-своему, и потом они вместе сюда же к нам и приехали на Круглый Стол. Было очень достаточно интересное. Потому что, что один нестяжатель, что второй нестяжатель, и жизнь непроблизительно одна и та же. Потому что, что одного ничего нет, что второй ничего нет, и все на службе. Один лухаймед гоняет, второй там, как бы, это самое, остается православие, там, за 200 храмов, за против приступовалах, повалы и прочее. К сожалению, если что про отца Дмитрия говорится, и таких я тоже знал много, очень часто попадает под церковное прещение, к сожалению. Там почти под запрет. Есть. И слава Богу, что есть. И с моей точки зрения, я никому им не навязываю. Пока есть вот такие, пока есть старцы у нас, они у нас еще остаются, пока у нас есть настоящие там, священники, как правило, около ушей, или здесь вот такие борцы, активные, неактивные, молитвенники, наоборот, активные, продвигающие жизнь, из-за разряда достижателей, то у нас есть чем гордиться. Вот русская православная церковь есть чем гордиться. Я надеюсь, что вот эта ниточка как бы последователей Нила Сырского, она не проводит. Ну, собственно говоря, я все, если коротко. Если есть вопросы, давайте. Валерий Промысловский, у меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, может в истории России возникнуть третья точка бифрукации? Я про наше время говорю. Это на его время. У меня тут... А, я не знаю. Это же точка бифрукации, к этому ходу созреть, божественным промыслом я не могу ответить. Может, вполне возможно, может. Я, кстати, не удивлюсь, если сейчас выстрелит линия, ну, в хорошем смысле этого слова, конечно, вот эта фарисейская, как бы, да? То, что у нас называлось жадостойчиво. Совершенно, спокойно. И к этому есть определенные, не хотел бы сейчас сдаться подробностями, но к этому есть определенные предназначения. Еще есть вопросы? Вот я... Да, да. Какой вариант про обездачного цели? Можно ожидать увеличение численности людей, которые... Ну, давайте вот так. Я не сильно хотел это углубляться. Количество воцерковленных людей и количество искренне верующих, это как бы разное предназначение. Людей, которые причисляют к себе... Ну, не причисляют, идентифицируют себя с православным, в нашем обществе очень много. Насколько я помню, там вот... Разнятся вопросы, но не менее 80% людей, которые говорят, что вот они православные. И это нормально. Эта тема требует отдельного разговора, сейчас мы с вами это отказываемся. Количество искренне верующих людей, которые могут считаться православными, выполняющиеся ритуалы, там, с будущим догматом, и прочее, прочее. У нас, по моим подсчетам, когда этим, как бы вот когда-то занимался, было где-то 4,5-5%, они, эти подсчеты, как я прикидывал, совпадали с тем, что давала же русская православная церковь. То же самое я потом услышал от Кураева и Чаплет, он тоже самое говорил. Это легко считается. Я не буду вдаваться в подробности, как это считается, но есть определенное время, когда можно совершенно спокойно просчитать количество людей, именно вот в это время, сколько приходит на службу, легко посчитать, там, по квадратным метрам, сколько там собирается, и соотнести с общим количеством населения. Я думаю, что где-то около 5%, по-хорошему, растет, судя по всему. Я смотрю, молодежь сейчас появляется по-хорошему. Существуют некоторые цифры, до которых некие такие граничные цифры, после которых уже ничего не страшно. я не буду говорить выше или ниже, просто они есть, и есть, просчитаны были, как это ни странно, в свое время российским генштабом до Первой мировой войны, специалисты и вы. 80%. А, да. 80%? Куда же? Нет, я имею в виду тех, кто ходит, все это, если, а мы 4-5% прилипе с форматом. Нет, это будет, это будет? Да будет, конечно. Ниссана, она и растет, кстати, у нее есть тенденция к росту, поэтому тут очень таково. у нас с моей точки зрения тенденция на это. Еще вопросы есть? Нет вопросов, сегодня замечательный день, сегодня у кого нет вопросов. Тогда давайте поблагодарим еще раз Андрей Николаевич. Да, копию сейчас разольем, и я хотел перейти к третьей части, даже уже четвертой, наверное, части нашего сегодняшнего замечательного вечера. у нас в гостях, я вам говорил, сегодня приехал к нам занятие в школу, Элеонора, она из Крыма, она обратили Крым с царского народа. Вот у меня очень много вопросов скажут о такой ситуации в Крыму. Вот Элеонора, может быть, нам просто расскажешь, как там вообще все это дело обстоит. Я имею в виду, что на самом деле там происходит. Я сейчас объясню свои вопросы. Значит, по сообщениям российского телевидения, которому у меня много вопросов, там постоянно говорят о том, что там все нормально с Крымой, с Крымскими татарами, с Крымскими татарами, в едином порыве все, значит, поддержали, все замечательно. По сообщениям голосов всяких, которые... там ничего в порядке на самом деле. Там есть проблемы связаны с Жемелевым, вот туда там не упустили, там есть проблемы связаны с журналистами, которые эту тему случают, кого-то там арестовывают постоянно. И вообще есть мнение о том, что вот нынешняя ситуация там, она достаточно взрывоопасна. Более того, по некоторым, скажем так, данным, которые у нас, я имею в виду эту группу, скажем так, у ректората школы есть, от источников близких к исламским всяческим кругам, там сейчас, в Крыму, идет достаточно большая работа, связанная с распространением салафизма, связанная с распространением значит, вот различного рода там течений сек, пытающихся людей, ну, как-то запустить не в русле сотрудничества, скажем так, с новой властью. Вот у меня к Леоноре просто здесь есть, может нам минут 10 что-то рассказать, у нас может быть тут вопросы, но если будет очень интересно, мы даже задержимся. Пожалуйста, Леоноре. Только микрофон включите. Саша, а можно это само, два слова Да. Я не знаю, просто знаете его или нет, расходите, если посмотреть, сегодня в Москве открылась прекрасная выставка. Это вот Хейтарба, если правильно произношен, искусство крымских татар, это музей искусств народов в Восток. Это Никитский бульвар, если идете в сторону ТАСС-Атарбата, там будет по правой стороне прекрасная выставка, поверьте, действительно, вторая татарская выставка первого года, если мне память, там фонд Раджани делает, и Министерство культуры к строительству которого Сергей Андреевич. Как бы две организации сделали, сходите, не пожалеете, действительно, очень красиво. первое. Включили микротон, надо кнопочку добавить, красный, вот, через, да. Первый ответ. То есть, буквально вчера мы взяли вот, в котором я сейчас власти отвозил своего сына к родителям своим, вот, и буквально пока мы увидели швилетик, он рассказал кратно. То есть, первое, что волновало, что слышали мы? цены повлились очень сильные. То есть, это первое, что нужно, совершенно, ну, там, он делал зато препродуктовый, то есть, буквально в 1,5% он не может. Другой вопрос. То есть, я, да, я, в принципе, это так. Вот, многие вещи, многие вещи, не просто вещи, а вся ситуация, которая происходила в Крыму с самого начала, да, я была там. позиция самих крымских татар была очень странна для меня. В каком плане? Я никогда не думала, что наши крымские татары так сильно любят западную Украину. Еще один момент, просто я, я не подготавливалась абсолютно, просто Ярослав пригласил. Я сама приняла христианство в Казанском соборе в Феодосии в 13-15-е. Моя позиция. Почему? Родилась я в Бургекистане. В семье крымских татар, ну, будем так говорить, которые совершенно не знали своего языка, да, уже практически. То есть, это, да, татарские свадьбы, да, это, да, это, ну, мало майские традиции абсолютно, и все. Вот. и отношения в той, именно, в атмосфере, в которой жила я, она более, наверное, ну, так, русского, будем говорить, склада советского, ну, стоило выезжать где-то в пределы города Маргеллана, то есть, Фергамай, это цветущий культурный центр, это все нормально, то там уже отношение к нам было немножко другое, то есть, предвзятый, ну, так, просто четко и это самое. И если сейчас вот течение пошло, исламское в Крыму достаточно уверенно, то я скажу более интересно, то есть, я представитель, моя семья, в которой, ну, вот, девочки, в красивое место ездят, приезжайте ко мне домой. И вот, я христианка, мой старший сын Юсуф, он принял христианство, венчался. Моя дочка, Талина, она в 18 лет приняла ей славу, вышла за соблюдающего мусульмана. То есть, все дебаты происходят в кухонном режиме, с мамой, с такой поварешкой, всем по голове. Здесь еще один момент, то есть, вот, традиция мусульман, да, я очень люблю и уважаю своего зятя, который мне открыл мусульманство, правильно понимал, у меня всегда, всегда возникает вопрос, почему, зачем, как. То есть, почему укрыться? Одна версия. Почему вот так? Я, у меня, ну, Царство Небесное, уже давно умер, он очень хороший мой друг, он был Мулах в Старом Крыму. И он меня просил, буквально за полгода до того, как он улет, я хочу сам перевести, говорит, Уран, найти мне хорошее имя. То есть, я не углублялась вообще, сказал найти, нашла, а почему? И он начал мне объяснять, что многие вещи оттуда и нужно правильно переводить, потому что арабский, алфавит, это очень все сложно. Я ему сказала, почему ты приняла христианство? Скотское отношение мусульман к женщине. Все, я пришла в церковь, у меня вот здесь наболело, мне никто, никуда вообще не смотрит в мою сторону. Я пошла перед, любую веку, на которой мне близка, по духу, где-то по чувству, пошла, встала и стою. Хорошо, я зашла в мечеть. Девушка, там ниша, идите, пожалуйста, вот так. Еще бы присматривай. Нет, неправильно, это вот неправильно перевели. Хорошо, я начала просто копать истины. Вот моя дочь, она должна была сделать никяк. Мой зять должен брать благословение и везти мою дочь тоже мужчину. Хорошо, у меня сложное отношение с моими бывшими мужьями, мы что будем делать? Мой брат родной отказывается, мой бывший муж отказывается везти дочь под венец, мой старший сын говорит, я к ваххабистам не пойду в мечеть, то есть это я вам говорю как есть. Я говорю, Эльвия, а что делать? Ну пойдет христианка, говорю, будет дочку везти под венец, мусульманство. Больше никак. У тебя мула есть, есть. То есть нас мула снимает, на видео, с дома, все ускоряет движение автомобиля, чтобы там успеть переодеться. Я говорю, ребята, давайте договоримся, давайте мы сделаем правильную традицию мусульманство. Ну 90% ребят крымских татар, которые венчаются, делают в никях, они вообще ничего не понимают. А вы их вот вводите в жизненный путь совместный. Вообще, то есть у них вот на арабском там читается, на турецком читается, крайний случай на крымско-татарском. Все, мула меня услышал, ну хороший наш друг семьи, муслим, он просто на русском, спокойно, ты любишь ее, люблю, ты любишь ее, вот вам каноны семейных, на русском это все. Зачитал, прочитал нужные молитвы и благословил. Выходя из мечети, я не умею подковыривать, потому что ну нельзя, я выхожу к нему, а перед тем, как идти, я сказала инвертору, Бог предполагает, мы предполагаем, Бог располагает. Он сделает так, чтобы показать, что некоторые вещи придется отступать, потому что ну и так это все, как вы делаете. Вот это, эта позиция. Теперь, что у нас творится в Крыму? Под крымским татаром, потому что это очень больная тема для меня, то есть вот да, соблюдающая дочка. У нее паника. Надо срочно собирать вещи и обещать ее наступку. Куда ты собралась? То есть до референдума все. Куда ты собралась? Вот надо во Львов. Причем тут Львов? Я говорю, у вас какие-то в мечети сборы были? Вы меня извините, я говорю, я не готовилась, я вам просто объясняю то, как оно есть. Отправляюсь в сына старше, мечеть буквально в 100 метрах. Иисуф, иди сходи, что там в пятницу? Придешь и рассказываешь, что хорошо, но не хочу я туда идти. Извежливости взять, не говорить, что они там делают. Я туда не пойду, что там? Агитация против Путина. Ну, понятно, ладно. Все, пошло полная замена. Я могу говорить только за себя, за свою жизнь. Я его так сажаю. Вот ты первый, кто будет говорить, что будет дальше. Вот маленький ваш статарстрой, за 23 года крымские татары ни одну школу не построили. Давай объективно смотреть на вещи. Ну, да. Дальше. Вот сейчас будет референдум. Ну, не сидите вы дома, вы свою просто другую позицию выдвините. Продолжение следует...